пацаны привет короче у меня тут такая сейчас небольшая дилемма не дилемма но поток мысли разных у меня на подходе уже недели две-три уже недели две-три там пара тройка видосов про маленький кемпер про маленький кемпер одного немца очень прикольные про что там про про присадку туфойл который мне там как бы еще подкинули там кое-каких кое-каких присадочек до которую когда-то я покупал уже пару раз и в общем у меня мнение положительное о ней ну еще там всякое разное и как обычно у меня это на секундочку сюда переставлюсь как обычно у меня это то то понос то золотуха то краснуха то еще какая-то херня вот я все никак не смонтирую они ну такие видосы которые нужно смонтировать и те видосы которые ну наверное знаете где-то будет лень какой-то там муть там да какие-то там заминки затыки слушать да то есть там нужно подрезать поподделывать ну вот у меня еще плюс затыки потому что я там осваиваю программу более сложную и ну когда там где-то что-то там не пробовал либо там пробовал раз забыл ну нужно рыть информацию и там youtube интернет читать и так далее вот и а сейчас конкретно сейчас я занимаюсь у меня тут смотрите такой вот срачек я сейчас занимаюсь замком своим вот кишки во вскрыто который я кстати сам делал вот этот помните да вот я сейчас занимаюсь этим замку блять жопой зацепил я сейчас занимаюсь этим замком как многие многое что допустим что-то подправить доработать подремонтировать усовершенствовать у меня часто многие вещи тут застревают прям надолго вот я только вот вот нужно там сколько там года полтора я все собирался подправить положение магнита геркона на круиз-контроле которого ты когда-то сидел на вот на педальки и вот ну больше года на это все ушло пока я все-таки сподобился добрался до этого вот у меня сейчас я буду переделывать сигналку которая у меня лежит уже больше года но там еще под вопросом какие системы я буду делать там завязаны с gsm с дополнительно китайской сигналка без нее или как и так далее вот но то что меня прям до задолбало очень сильно и люто это тут замком сейчас я расскажу про замок вообще хочу сейчас сказать знаете что это видос смотрите какой он не будет какой-то глубокий тут не будет какой-то нас это маля там подрезочка да чтоб все все только четенько по сути да без какой-то лага и так далее вот здесь будет вот всякие ну это и короче муть и размазано все по стеклу я просто смотрите у меня такая мысль сейчас возникла я тут начал посматривать один канал одного маримана который на коммерческом транспорте большей степени на больших судах он ходит вот и там все видосы такие ну достаточно длинные но я посмотрел один двадцатиминутный видос до другой двадцатиминутный видос сейчас посмотрел 30 минутный видос сказать что они легко залетают ну наверное скажу нет вот и наверное если бы эта тема не было бы сильно мне интересно как не очень сильно умеренно интересно я бы наверное их не досматривал сказать что они ну супер нудные супер прям тяжелые и несмотребельные тоже не скажу так знаете почему потому что тема моря судоходство не сильно для меня интересно но представляет небольшой интерес и вот при этом формате там такой там больше знаете такой формат влога да там чувак рассказывает про свою жизнь маримана то есть и каждый в общем может смотреть этот канал и как-то примерить это на себя как как ему этот подходит не подходит ложится не ложится но это я сейчас не рекламирую канал его да ну хотя как в общем многим будет интересная о чем я о том что я вспомнил что когда-то мне пацаны писали макс снимай больше бытовухи как ты живешь где ты живешь потому что мы смотрим тебя не только для того чтобы там знать как это ремонтировать либо купить кемпер да нам но у тебя там жизнь там не похоже допустим да там на жителя примеру там столицы какой-либо и ну нам интересно как ты живешь и для этого я когда-то создал плейлист мой быт и вот кстати от видос сейчас тоже вот плейлист ляжет я сейчас такой в какой-то момент понимаешь что блять макс ты чё-то перфекционизмом страдаешь да круто когда ты ну там стараешься делать подход там более художественно да более как-то так чтобы ну чтобы легче скажем так ложился видос тебе на на глаз на твое сознание то есть вот именно вот такое наслаждение было это конечно круто но некоторые некоторые смотрят не только поэтому да некоторые кто хотят там художественный фильм посмотреть они посмотрят там ну как минимум national geographic да тебя смотрят там по еще какому-то ряду причин и и поэтому наверное уместно наверное уместно все же периодически делать какие-то а видосы так как все-таки потребность в этом есть у ребят но вот видосы в конце в контексте влога без каких-то перфекционистских нарезок да потому что я там нет нет там смотрю например некоторых популярных достаточно блогеров что-то мне у них нравится там да и иногда я прямо перебарщиваю с такой претензиозностью к себе но так вот сейчас как бы такой я просто хочу как бы рассказать вот у меня там кто-то пацаны спрашивают а чем ты занимаешься днями а и кто-то говорит а чуть-то там перевес ты говоришь там ось просевшая что-то барахла какого-то набрал там да и учуете такая такой перегруз ну вот то есть у людей там восприятие что у меня там не знаю там пляжных тапочек да там на целых полтонны лишние набрано я хочу рассказать первый момент смотрите хочу рассказать у меня знаете что у меня короче был геморрой а у меня же это замок кодовый это не не какое-то типовое решение не готовая сейчас объясню вообще вот этот замок в кемпере а он не предусматривает какую-то автоматику он только механический меня задолбало как бы ключи таскать и так далее я захотел чтобы он был автоматический плюс минус завязан с замками дверей в я их тоже все установил не было раньше приводов и чтобы я мог либо с кода открывать либо щипа который у меня я установил себе в часы вот я установил вот такой модуль вот ребята он ценой там 10 евро что ли там стоил у китайцев такой модуль но у него какой знаете какой косяк мне нужно менять полярность да на привода вот у меня там самодельная сигналка есть которая там релюхами подмыкает поджимает короче там если открываешь дверь она взвывает а этот вот этот фиговина это она просто подает но просто питание подает убирает да то есть когда ну когда вы сработку делаете и вот у меня с ним две проблемы первое мне нужно допустим на открытие менять полярность я для этого на на релюхах сделал такую примитивную системку здесь у меня короче одна релюха перебрасывает полярность это релюхи управления включения там питания вот это раз и два ну короче вот нажимаю кнопку да там под нашу чипом не разблокировать но косяки часто бывает во первых кнопка подокислилась хотели там защищал во вторых у меня иногда вот этот привод я сам делал здесь из нержавейки стали иногда он такой щелка открывается и оп немножко назад сдвинулся да вот вот здесь вот сорян не обратил внимание на дисплей не увидел что это не видно короче он такой бывает ну как он опускается до при закрытии а будет на открытие раз открылся и раз немножко оп и назад упал да и у меня дверь не открывается мне нужно его разобрать подрезать чтобы не цеплял а кто там блять ездит мне нужно подрезать это раз но это это решается легко а вот меня больше всего добивала меня больше всего добивала вот эта тема с изменением полярности я даже как-то об этом говорил вот и я короче у китаёзов нашел крал классный триггер я нашел классный триггер сейчас с ним игрался я покажу так нет вот сюда нам поставлю да вот так будет лучше видно так да вот он триггер вроде как нормально зайдет а меня-то видно будет и норма вот так короче я уже играл с этим триггером за в запас закуплю еще вот тут подвешена релюшка это я проверял уже а прикол какой здесь на два контакта подается питание а это выходные контакты и замыкание вот этой перемычки меняется полярность в нем но меня интересовал другой вопрос мне нужно было чтобы питание пошло на него в одном положении на выходе вышла одна полярность другом положении другая я был не уверен получается у меня будет поступать питание и на питание триггера и на сразу же на питание релюхи которая будет каждый раз при каждом включении замыкать эту перемычку и вот у меня меня волновал вопрос не будет ли такое что она на долю секунды одна полярность а потом типа переброска вот такая тема короче я уже попробовал потыркал повключал пощелкал класс вообще меняет переброс полярности я единственно чтобы это сберечь эту самую здесь релюху поставлю другую релюху на конкретно уже на управление приводами на подачу полярности ну как в общем вот я там те буду использовать плюс я вот сейчас делаю ой индикацию индикацию чтобы не понимать в какое положение сейчас произошла сработка закрытие открытие там как раз кнопку уберу эту и туда поставлю световодик как раз в дырку от кнопки то есть зря дырка не будет сделано ну правда он световодик толстый получится но не страшно вот про кто-то спрашивал макс а чё у тебя это самое чё у тебя блин так до хрена вес то да ребят смотрите это я я поднял ну понятно да у меня сейчас срач это подушку дивана ой подушку дивана я поднял вот поднял под подушку дивана и заглядываем это я уже повыкидывал одна коробка саморезы клепки вторая коробка болты и гайки третья коробка разные разные фурнитура четвертая коробка переполнена нужно какую-то другую взять а электронные компоненты релюхи диоды микросхемы контакты короче но разъемы разные потом здесь у меня лежат дополнительная коробка с каким-то барахлом два сгоревших инвертора в запас у них корпуса хорошие ну и до хрена запчастей здесь у нас идет дриммель там куча всяких разной химии потом дополнительная коробка вот там снизу вот там вот черная это разные расходные материалы там всякие там и бониты и текстолиты а нет вру в это в этой коробке соврала ребята и бониты текстолиты у меня там под кроватью в этой коробке у меня уже крупные крупногабаритные электронные электрические электронные компоненты клеммники разъемы и привода моторы кулера всякая такая была балда здесь вот одна коробка со сверлами одна со ступенчатыми сверлами набор это это мы заглянули это мы заглянули только только под один диван из которой я когда положу обратно коробки эти да она будет до полного это мы только положили по заглянули под один диван плюс они такие они легенькие то есть вот коробка вся с болтами у нее вес более вес килограмм килограмма 4 наверное вот то есть такие железяки это только одна коробочка вот такая вот тема хочу короче меня задолбала хочу сегодня закрыть вот этот вопрос хочу закрыть вопрос замком чтобы я каждый раз не тырка вот этой кнопкой и чтобы я подошел чип поднес и она мне ну каждое включение с измененной полярностью даже если что-то подклинило и она не смогла открыться ok делаешь еще одно включение она типа опять делает закрытие и еще раз включение открытия ну вот это хочу короче сделать нормально вот эту тему потому что у меня было за все это время две ситуации когда один раз когда у меня бабца жила здесь она не могла дверь открыть без меня потому что с этим замком короче я понимаю блин если продам коммунитет кемпер без меня человек ни хера не сможет разобраться если он хороший электронщик но но с мозгами электрик электрон нет не электронщик не надо быть хорошим электронщиком кстати я не не хороший электронщик я много чего по сложной электроники по интегралкам не очень шарю но я такой я больше электромеханик наверное вот если он плюс-минус такой парень как бы понимающий как работают электрические процессы механика он разберется конечно но если это короче все человек пропадет ну вот короче хочу сегодня закрыть вопрос замком вторая ситуация у меня была съемки когда когда я был на съемках рекламы я забыл что-то взять что-то надо было короче из моего кемпера взять на съемку ну срочно вот тут блять мы снимаем и вот уже это надо и я дал кому-то из съемочной группы испанцу сказал код от двери чтобы он смог без без чипа открыть и он не справа короче не смог открыть дверь вот ну то есть это редкая ситуация бывает но вдруг то есть она может случиться вот поэтому нужно чтобы это все работало ну и бой но больше всего меня напрягать как бы эта тема вот в общем то вот такой момент долго трендил буду сейчас закругляться нет тут короче срач такой ох них я сам себя вижу в зеркало вот это сама а вот поэтому 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 у меня все в порядке блин неделю херачил ветер и хреначил такой я прямо даже снял походил поснимал и прям такой прям не как-то влиял это настроение леванты пердолил такой с где-то порой сила ветра там до 20-25 метров в секунду ну 10 это для нас нормально но 25 это был на это уже так мощновато но это не у нас здесь по нашим меркам это не не какая-то экстремальная ситуация типа нормально в тарифе но меня он лютейшим образом заебал но вот по-другому не скажешь у меня на двух домкратах стояла жопа и это как бы не помогало я все равно я спал в беруши я все равно просыпался потому что такие удары в борт порой приходили такие кирпичи ветровые прям блять там вот то что как бы кемпер стоять на домкратах это ни хрена не помогало его там нормально сотрясало короче я что-то там где-то ремни от моих сервбордов на крыше короче там бренчали и это был полный пиздец я я сегодня короче спал до 11 дня потому что я такой проснулся такой полудреме 8 утра понимаю что блять тишина тишина полная я такой думаю как охерительно короче и решил не вставать потому что последних вот несколько ночей я очень хреново спал постоянно просыпаюсь никогда у меня организм не уходил постоянно в глубокий сон я постоянно в полудреме такой вот сейчас буду это самое хочу привести в порядок замок и потом заняться стиркой потому что я тут жопой короче за это самое за засрал все ну в смысле засрал жопой затер короче все диваны надо их постирать вот это самое ну и дальше заниматься делами вот все покида